Добрый вечер! Мы начинаем праздничный концерт юбилеем кафедры дирижирования академическим хором. На сцене сводный хор института. Дирижер Владимир Наумов. Аплодисменты. Глория! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Мы, когда общаемся, Елена Валентиновна всегда говорит, спойте что-нибудь масштабное, Наталья Владимировна. И вот для вас, Елена Валентиновна, в наш день рождения так приятно дарить подарки, когда ты сам юбиляр. Мы благодарим вас за эту прекрасную идею. Глория в переводе означает слава, а второе значение — честь. Так для нас очень важны эти слова, потому что символично, что сводный хор принимает участие во всех проектах института. И для нас большая честь представлять Ипполитовскую хоровую школу и верным служением прославлять Государственный музыкально-педагогический институт имени Михаила Михайловича Ипполитова Иванова. И я хочу предоставить слово ректору института, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Валерию Иосифовичу Воронье. И попросим его на сцену. Добрый вечер. Ну я не буду говорить, что наш институт самый лучший в мире, мы идем все эти знания. А кафедра, если будет самая лучшая, значит она имеет общеполитарное значение, если бы не увеличение. Действительно история славная, конечно, есть тут немножко иронии, она всегда должна быть. Но тем не менее, действительно кафедра замечательная. И вся наша история, 100-летняя, на 75% связана с ее успехами. Действительно были выдающиеся люди, действительно она конкурентоспособна со всеми московскими учебными заведениями и другими, зарубежными. Много звезд вышло, которые не стали хоревиками, но получили здесь академическое образование, настоящее, подлинное. Что позволило им сделать выдающуюся карьеру. Школа здесь у нас замечательная, педагоги высшего класса. Вот, я надеюсь, и эта часть будет соответствовать этой, а может и превзойдет. Хотелось бы, чтобы так было, это будет правильно. Ну что, не буду долго рассказывать, я хочу искренне вас поздравить с этим праздником. А сейчас хоровое движение развивается, и в малой степени благодаря нам тоже, потому что здесь возник фестиваль и политовская коровая весна, без копейки денег, только на энтузиазме наших педагогов, и которые в прочистке собирает всю Россию. Спасибо вам. Давайте будем Россию нашу прославлять, давайте будем приобщать народ к высокому, к настоящему, и будем все вместе счастливы. Поздравляю. Мы особенно, конечно, здесь была Комнат Семеновна по приветствию. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши гости Здоровья и силы. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Валерий Осич, нам нужна небольшая пауза, чтобы подготовить следующий номер. И пока наш замечательный фор покидает сцену, я хочу несколько слов сказать об истории Кальфи. Она большой прошла путь. Если мы с вами будем останавливаться на каждой странице этой истории, то мы будем неделю, может быть, здесь слушать эту лекцию. Вот. Поэтому я освещу самые какие-то знаковые события. Итак, кафедра была сформирована в далеком 44-м году. Начиналась она с училища имени Михаила Калыча, которое потом уже переносло в курс. И традиции, заложенные на память пришли от великих синодалов, от Данилина и Дмитриевского. Уже в 45-м году прошлого века, уже можно и так сказать, в учебном заведении начала работать и в столе Николая Зверева. И в разные годы. Я сейчас перечислю только некоторых педагогов кафедру, потому что это был большой педагогический состав, внесший в свою лепту формирование Липолитовской хоровой школы. Поэтому, если кого-то не назову, мы все равно этих людей помним. Просто формат нашего концерта не позволяет столь детально обращаться к каждой персоне. Но некоторых из них, безусловно, мы назовем. Это Борис Николаевич Лазарев, Игорь Иванович Тубиков, Евгений Анатольевич Колганов, Анатолий Леонидович Корсакович, Евгений Вячеславович Клюев, Александр Анатольевич Корсакович, Галина Васильевна Янковская, Нелли Петровна Черникова, Елена Владимировна Есипова, Владимир Андреевич Кривенский, Станислав Дмитриевич Гусев, Лариса Ивановна Егина, Зоя Ивановна Белкова, Любовь Алексеевна Красавина и многие другие. В программе вашему вниманию представят все вокальные хоровые коллективы института. Один из них был создан Ириной Дмитриевной Щегловой, тоже выпускницей нашего колледжа и института, класс профессора, заслуженного работного культуры, Галина Владимировна Есипова. И нужно сказать, что этот коллектив превзошел все возможные форматы. В прошлом году в Санкт-Петербурге на международном конкурсе «Радуга» жюри пришло в тупик. Как оценивать этот коллектив? Потому что все нормативные базы были нарушены в хорошую сторону. Коллектив представил музыкально-театрализованную композицию и, конечно, получил первую премию на международном конкурсе. И сейчас мы хотим для вас предоставить вашему вниманию эту программу. Коллектив на сцену прошу. Рузыка Томаса Борли и Франческо Ландини, аранжировка и сценическая редакция Елены Щегловой, «Зарисовка в старинном стиле». Солисты Игорь Лызенко, Флейта, Сергей Сотнов, Погод, Даниил Ланцов, Ударный. Исполняет вокально-хоровой ансамбль «Логос» художественный руководитель Елены Щеглова. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас достаточно тяжелый концерт в смысле передвижений, поэтому взлетают иногда такие паузы. Игорь Ланцов, Ударный. Игорь Ланцов, Ударный. Звучит песня. 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 Звучит песня.